Здравствуйте! Вас приветствует Вероника Поливкина на канале Природа Будущего. И разговор сегодня пойдет о наших замечательных, любимых домашних растениях. У меня коллекция фиалок, большая, и каждая весна это, конечно, заботы. После зимы наше комнатное растение нуждается в повышенном внимании. Трудный период с недостаточным освещением и прохладой на подоконниках заканчивается, и нам нужно подготовить их к цветению. А все ли растения хорошо себя чувствуют? Даже если мы их и подкармливали всю зиму, грунт уже засолился. Корням, скорее всего, тесно в маленьких горшках. Недаром весной комнатные растения пересаживают. И делать это нужно не тогда, когда на подоконниках уже будет жарко и сухо, а в начале весны, чтобы растения успели прижиться, комфортно чувствовали себя и готовились к цветению. Ведь нужно помнить о регулярном поливе или, напротив, не переувлажнять горшок, вовремя удобрить, но не перекормить, провести профилактические заботы от насекомых. Многим же известна такая напасть, как мошки, которые порой берутся неоткуда и досаждают, принося вред не только растению, но и дискомфорт нам. Так все-таки можно облегчить себе жизнь? Конечно. И я такой способ нашла. Уже неоднократно рассказывала на канале о диатомите – природном почвоулучшителе. Используют его при составлении грунта для рассады, улучшения почвы в грядках. Но вот те, у кого нет огорода, ничего о нем не знают. А вот для домашних цветов это просто решение многих проблем. Его сейчас продают в разных вариантах. Но мне больше всего нравится от компании Биокомплекс. У него такая хорошая структура, мелкая крупка, очень удобная именно для наших целей. Это настоящий подарок для садоводов и огородников. Он представляет собой горную осадочную породу, которая пористая, похожа на песок, из-за высокого содержания кремния. Так вот, ценность его в том, что кремний, столь необходимый растением, находится в усваиваемой форме. Благодаря своему составу диатомит обладает удивительной способностью к фильтрации, задержке вредных веществ и накоплению влаги. А еще диатомит помогает бороться с насекомыми и вредителями. Так что нам даст добавление этого почвоулучшителя? Для этого нужно понимать, как он работает. В своем строении он имеет множество мельчайших пор, благодаря чему является превосходным сорбентом, то есть веществом, поглощающим влагу и растворы удобрений, и удерживает их в своем составе. Значит, он поможет наладить влагорегуляцию почвы. Нам не придется часто поливать растения или бояться залить корни. Теперь за этим будет следить почвоулучшитель. А когда не будет излишней влажности, мы предотвратим развитие патогенной микрофлоры. Корни перестанут подгнивать, не будет запаха, сырости, которые, кстати, так любят мушки и другие вредители. Теперь мы не сможем переудобрить растения, ведь все излишки быстро будут собираться в грануле и расходоваться по мере необходимости. То есть мы достигнем пролонгированного действия вносимых удобрений. Ну и само по себе диатомид – это источник кремния и других макро- и микроэлементов, и в доступных растению формах. А что же мы получим взамен? Здоровые, сытые, счастливые растения с минимальным уходом. Осталось только разобраться, как применять. Природный почвоулучшитель – это не грунт, в который мы сажаем растения, а добавка. На четыре части нейтрализованного торфа мы берем одну часть диатомита. Смешать очень легко. Отмеряем, например, стаканчиками. Один стакан почвоулучшителя и четыре грунта. Полученный субстрат мы можем пересаживать или переваливать растения. При перевалке земляной ком не нарушается. А при пересадке нужно немного убрать старый грунт, освободить корни. При необходимости их немного подрезать. Не пересаживайте растения сразу в очень большой горшок. Разница должна быть сантиметра три в диаметре. При пересадке желательно удалить цветоносы. Ведь растение должно адаптироваться, укорениться. Но с таким хорошим помощником это пройдет очень быстро, и растение зацветет в более ранние сроки. Всегда стараюсь показать результат. Вот пересаженная герань. Чувствует себя прекрасно. Она заметно выросла всего за две недели. А вот пересаженная фиалка. Освоилась в новом грунте тоже довольно быстро. И сразу зацвела. Наша забота о растениях всегда окупается. С вами была Вероника Поливкина. Все вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok